Здравствуйте! Это Вести Кабардино-Балкария. В студии Станислав Сердюков. В начале выпуска коротко о главном. По следам ушедшей войны. Окоп был в полный рост. А сейчас земля сюда осыпалась. И осталась, в принципе, вот такая небольшая ямка. Поисковики Нальчика отправились в очередную экспедицию. Транспорта уже в полтора раза больше нормы. Когда и как будет решена проблема перегруженности Нальчикских автовокзалов? Интересно попробовать себя на данной трассе, потому что мне интересно бегать в марафон. В Прельбрусе завершились международные соревнования по трейл-ранингу. Чемпионат Европы по олимпийским видам Тхэквондо планируется провести в Кабардино-Балкарии. В Доме правительства КБР состоялась встреча Юрия Кокова с главным тренером сборной России по Тхэквондо Вадимом Ивановым. В ней приняли участие спикер парламента КБР, заместитель председателя попечительского совета Союза Тхэквондо России Ануар Чеченов, министр спорта КБР Аслан Афаунов. Обсуждены перспективы проведения в Кабардино-Балкарии первого чемпионата Европы по олимпийским видам Тхэквондо среди мужчин и женщин в восьми весовых категориях. В случае положительного решения вопроса, отметил Юрий Коков, Республика сумеет провести предстоящий чемпионат на высоком организационном уровне. Соревнования намечены на конец марта 2015 года, но подготовку к ним необходимо, подчеркнул Юрий Коков, начать уже сейчас. В Республике будет создан оргкомитет, в состав которого войдут руководители профильных министерств и ведомств. По данным Минспорта КБР, в Республике регулярно занимаются Тхэквондо 2000 человек. В состав сборной России входят 13 спортсменов из Кабардино-Балкарии. Избирком зарегистрировал списки кандидатов в депутаты парламента Республики от трех региональных отделений политических партий Единой России, ЛДПР и Справедливой России. Прием документов завершился 30 июля. За это время в избирком обратились 10 партий. Все списки кандидатов были заверены и предоставлены своевременно, сообщили на заседании. Теперь избирательная комиссия должна зарегистрировать их, либо мотивировано отказать. На это отводится 10 дней. Процесс регистрации должен быть завершен 8 августа. А пока в избиркоме обсуждают организационные моменты предстоящей кампании. На выборах 14 сентября будут использоваться 24 комплекса электронного голосования. Это полностью участок, который оборудован автоматизирован. И мы приняли решение, что в каждом районе будет расположено по два комплекса электронного голосования. Два участка будут оснащены им. И два маленьких района у нас будет по одному комплексу электронного голосования. 11 августа в 14 часов избирком проведет жеребьевку по распределению бесплатного эфирного времени, которая по закону предоставляется всем кандидатам для предвыборной агитации. Продолжаем. Пропавшие в Эльбрусском районе туристы из Череповца до сих пор не найдены. Еще в субботу группа из четырех человек, два альпиниста и наблюдателя, отправилась в ущелье Адерсу на вершину Джайлык. Сигнал о пропаже в дежурную часть эльбрусского спасотряда поступил в воскресенье днем. На предполагаемое место происшествия сразу же выдвинули спасатели. Как нам сегодня сообщил по телефону замначальника отряда Альберт Хаджи, вчера поздно вечером наблюдатели спустились сами, а альпинистов все еще ищут. По информации, предположительно, они сорвались перед выходом на вершину и упали в сторону Тютюсу. Поисковые работы продолжались. Вчера до наступления темноты в 6 часов группа спасателей, 16 человек, возобновили поиски, но поиски пока результатов не дали. Но завтра мы планируем задействовать по погоде вертолет, сделать облет, а там будем смотреть по ситуации. Субтитры создавал DimaTorzok С одной стороны Курбские высоты, с другой Эльхотова. Нальчикские активисты приступили к поискам артефактов времен Великой Отечественной. В 42-м на этом месте шли ожесточенные оборонительные бои. О том, как восстанавливают страницы истории, наш специальный корреспондент Наталья Булат. На заманкул, ты видишь? Вот мы прямо на заманкул сейчас. Это 593-я высота. Мы выше, Андрюх. Селение в Северной Осетии как один из основных ориентиров. Спустя 70 с лишним лет пробираться по местности можно только на машине. Поисковики говорят, в 42-м здесь стояла первая линия обороны. Здесь шли сильные бои, как раз очень у 42-го года. Слева от нас находится, это в принципе, в сторону, в северной стороне, вот, Курбские высоты. Вот с правой стороны от нас Ильхотова. Об ожесточенных боях говорят находки. Гильзы от пулемета Шпагина и винтовки Мосина соседствуют с Маузеровскими. Быть может, именно этой тропой фашисты шли в наступление к Курбским высотам, говорят поисковики. Чуть копнешь и вот уже рубашка от РГД-33, ручной гранаты Дьяконова. В связках они применялись для подрыва немецких танков. Места эти еще неизведаны, неиспорченные черными копателями, подчеркивают ребята. Это скорее для поисковых отрядов, там интересно найти гильзу, посмотреть серию, год, где она была выпущена, на каком заводе узнать. А копателям? Ну и копателям. А черным копателям это неинтересно. Оружие здесь, ну, конечно, есть оружие, но оно уже лежит глубоко и не так просто его найти. Потеря Кавказа оставила бы Советский Союз без нефти, потому именно это направление Гитлер выбрал основным. 4 августа 42-го Ставка разработала план боевых действий обороны Кавказа. Для обеспечения боеспособности войск 44-ю, 9-ю и 37-ю армии объединили в Северную группу Закавказского фронта. С июля по октябрь ее пополнили сотни тысяч бойцов разных родов войск и подразделений, обеспечили специальным вооружением и техникой. Поисковики показывают нам линию обороны, неровную, с множеством насыпей и ям. Окоп был в полный рост. А сейчас земля сюда осыпалась, и осталась, в принципе, вот такая небольшая ямка. И это вам кажется, что она просевшая, а на самом деле она осыпавшаяся. Вести поиски в последние годы стало легче, подчеркивают в отряде Минобороны. Рассекретила многие документы, но особую ценность по-прежнему представляют рассказы местных жителей, о тех, кто остался лежать на полях сражений. Приходили офицеры, вот, их собирали, вот, они с ними проходили, забирали, вот, видят, бойцы лежат, у них забирали документы, а их самих в окоп и приступали землей, потому что похоронных отрядов не было, ничего не было. Найти что-то определенное в этот раз не удалось, но опускать руки в отряде не собираются. Говорят, территорию только начали исследовать, а на поиски того, что может добавить еще одну страничку к истории Великой Отечественной, порой уходят месяцы. Наталья Булат, Адмир Сабанчей, Вести, Кабардино-Балкария. Продолжаем. Сегодня стартовал 5-й Северокавказский молодежный форум «Машук-2014». Кабардино-Балкарию на нем представят 250 талантливых и активных молодых людей. Утром из Нальчика к подножью Машука отправились участники первой смены. Группу из 130 человек напутствовал руководитель Департамента молодежной политики Республиканского Миноборнауки Анзор Курашинов. В программе юбилейного форума запланированы встречи с видными политическими деятелями и известными артистами, но главная его цель по-прежнему – отбор перспективных молодежных проектов. От Машука я жду, естественно, реализации проекта, расширения своего проекта. Мой проект направлен на обеспечение доступа к информации для лиц с нарушением зрения и будет расширение. В прошлом году я делал по республике, а теперь будет по всему Северному Кавказу. Форум, напомню, пройдет в две смены и завершится 17 августа. Помимо студентов участвуют специалисты по делам молодежи муниципалитетов республики. Они пройдут курсы повышения квалификации, а также смогут участвовать в экспертизе проектов. Теперь о спорте. В Приэльбрусе завершились международные соревнования по трейл-раннингу. Это бег по природному рельефу. Участвовали около 200 спортсменов из СНГ, Европы и даже Японии и Бразилии. За состязаниями следил наш корреспондент Осман Казаков. Ему слово. Международная гонка на Эльбрусе в Кабардино-Балкаре проводится третий раз. И количество участников растет в геометрической прогрессии, говорят организаторы. На первый забег решилось всего 7 спортсменов. Год спустя горные склоны штурмовали уже 60 трейл-раннеров. Теперь почти 200. Прибыли они из разных уголков России, стран Европы и СНГ. Чувствую себя хорошо. Аккуминализация вроде бы ничего. В горах впервые. Организм пока никаких таких негативных эмоций не высказывает. Так что уверен, что все будет хорошо. Участвовала в этом году в майском забеге «Рэдфокса», в прошлом году в осеннем забеге. А здесь я впервые. Интересно попробовать себя на данной трассе, потому что мне интересно бегать марафон. Здесь, видимо, такая достаточно разношерстная компания, специалисты из различных видов спорта. Я думаю, с какой-то частью смогу конкурировать, а кто-то лидеры, конечно, убегут вперед. Перед стартом всем участникам раздали электронные чипы. Именно по ним судьи и сами спортсмены могут контролировать свое время на промежуточных станциях. У нас две дистанции. Мы называем трейл. Это более короткая, 28 километров. Для тех, кто хочет попробовать, она достаточно посильная. Даже вы, я уверен, могли бы пройти ее. И марафон. 40 километров. Она проходит через два перевала. Она уже достаточно сложная. Обратный отчет и бег по горной местности начался. На первых километрах заданный темп выдержали практически все участники. Однако сохранить скорость на маршруте с перепадом высот в 3,5 тысячи метров удалось не всем. В отрыв смогли уйти только самые подготовленные. Победители определяли в командном и личном зачетах в каждой дисциплине. Лидировали на обеих дистанциях спортсмены из Краснодарского края. Одна из наград осталась в Кабардино-Балкарии. Уроженец республики, член сборной России по скай-ранингу Илья Сачебаев завоевал серебро в марафоне. Осман Казаков, Эдуард Ногмов. Вести. Кабардино-Балкария. И последнее. В ближайшую пятницу в Атажукинском саду пройдет акция «Читай, Нальчик». Об этом сообщили сегодня ее организаторы. Они проведут флешмоб. У каждого участника в руках должна быть книга. А также представят публике шкаф для буккроссинга, то есть обмена литературой. Среди инициаторов акции – Республиканское общество книголюбов. О том, как свою просветительскую миссию здесь выполняют в повседневной жизни Алина Тилова. На безграничных увлечений и необузданных страстей Со мной живет превратный гений, наперстник юности моей. 11-летний Алихан Ахматов толк в книге знает. Не один десяток прочел, особенно художественных. Любимый писатель Аксаков утверждает, никогда не променяет бумажное издание на скучную электронную читалку. Ведь нет ничего лучше тихого шороха страниц и запаха типографской краски. Я буду читать лично обычные книги. Во-первых, просто дух книжный. Книга – это просто доступно и интересно. Мама Алихана Юлия «Любовь к литературе» прививала сына с самого раннего детства. Теперь он еженедельно посещает Республиканское общество «Книголюбов», где может найти или обсудить интересующее его произведение. Самой организации отмечают, переломной эпохой для людей, увлеченных чтением, стали 90-е годы прошлого века. По словам руководителя общества Натальи Шинкаревой, тогда было не до духовной пищи. Люди боролись за выживание. В результате выросло нечитающее поколение. Ну а сегодня в сфере интересов молодых в основном всевозможные технические новинки. Мы как раз работаем с этими детьми 12-16 лет. Это тут возрастной период, когда дети перестают читать. Либо они все в интернете, они в сети, либо они усиленно подготавливаются к ЕГЭ, либо они сядут во дворе и занимаются другими какими-то делами и интересами. Чтобы развить интерес школьников к книге, общество постоянно проводит всевозможные конкурсы. Среди них есть исторические и патриотические. Но особой популярностью пользуется конкурс рукописной миниатюрной книги. В них участвуют в том числе и дети, оставшиеся без попечения родителей. Самым активным из них достается лучший подарок – книга. Наших детей, которые находятся в трудной жизненной ситуации, приглашают на мероприятие. Мы проводим такие занятия, где дети действительно опознают любовь к книге. Тем временем юный Алихан Ахматов подбирает очередную книгу. Но художественной литературой его предпочтение не ограничивается. Параллельно читает физику Перельмана. Любите читать, но не то, что вам надо читать, что вы хотите читать. Алина Тилова, Азамат Табухов, Вести, Кабардино-Балкария. Впереди прогноз погоды на завтра от центра ФОБОС. Его представит Зухраб Шихачева. Я лишь напомню о том, что все выпуски нашей программы можно найти в интернете. Адрес сайта вестикбр.ру. Мы увидимся с вами в 19.35. Быть в форме совсем несложно. Фитнес-клуб Пауэрхаус. Все виды фитнеса, аэробика, шейпинг, фитбол, специальные реабилитационные программы, высокий профессионализм и сервис. Фитнес-клуб Пауэрхаус. Здоровый образ жизни для каждого. Улица Пирогова, 8. СПА, отель Синдика. Добрый вечер. Метеовести от ФОБОС. На Северном Кавказе погода преимущественно солнечная, сухая, потому воздух сможет хорошо прогреться. В Зорском районе без осадков и около 28. При переменной облачности у подножия Альбруса относительно прохладно. Днем до 12 тепла, ночью плюс 6,8. В Тарнаузе облачно плюс 18. На территории Баксаны, Чигемы и Норткалы температура будет рассидеть. Днем она достигнет 30 градусов, сухо. Наиболее тепло в прохладницком и майском районах здесь жара усилится до плюс 33. Перемена облачности, схожие температурные показатели в Терском и Лискенском. Плюс 27 в Кашхатау, небольшой дождь, атмосферное давление понизится. В столице Кабардино-Балкарии по ожиданиям синоптиков солнечно, плюс 28. Такие метеовести от ФОБОС. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова